В парке «Зелёный остров» прошёл День культуры народа Абаза. Участниками мероприятия стали как представители разных районов Карачаева-Черкесии, так и гости нашей республики. За мероприятием наблюдала наша съёмочная группа, репортаж Артур Мкце. Культурные и спортивные дни народа Абаза ежегодно собирают в Карачаево-Черкесии внушительный состав участников, в том числе из других регионов России, а также из Абхазии. Вот и на этот раз в парке «Зелёный остров» в одном месте можно было увидеть несколько флагов, дружно развивавшихся в руках молодых людей в национальных костюмах. Ася Гачьяева из Усть-Жигуты. Родилась в межнациональной семье. Многое знает о традициях абазинского и карачаевского народов. И считает, что такие мероприятия помогают лучше доводить информацию о культуре, обычаях, которые передаются из поколения в поколение. Почему ты для сегодня доисполнения выбрала именно абазинский народный танец? Потому что я считаю, что нужно продвигать нацию, нужно поддерживать все традиции, все обычаи, все нации, все должны быть дружными. Я считаю, что все должны друг друга поддерживать, жить дружно, любить друг друга. В этот день на площади и перед амфитеатром любой желающий мог не только оценить выставку предметов народных ремёсел и рукоделия, но также попробовать освоить кузнечное или гончарное дело, смастерить что-нибудь из дерева или ткани. И, разумеется, взять на память сувенир с масштабного культурного форума. Сегодня день, который ближе нам, Министерство культуры, и я очень рад, что у нас есть такие инициаторы, такие организаторы, как Организация Алашара, как Нусаха Балевича и Гзеков, которые одной из целей своих жизней поставили возрождение культуры абазинского, в данном случае, народа. Хочу поблагодарить организаторов, но, конечно, хочу поблагодарить и вас, потому что ни один человек, ни одно министерство, ни один меценат не сможет сохранять культуру, особенно родной язык, если этого не будете делать вы. Ну а чуть позже уже в самом амфитеатре прошёл праздничный концерт с участием популярных исполнителей песен на абазинском языке. Многочисленная зрительская аудитория была в восторге от россыпи талантов, выходивших на сцену. Мало какая песня обходилась без подпевки из зала. Красочное представление завершилось, оставив у подавляющего большинства свидетелей действо приятное послевкусие и желание вновь встретиться уже в следующем году.